Продолжение следует... Единственная наука в мире, созданная с целью спасти мир, догадайтесь трех раз, наука о международных отношениях. Правда, серьезно. 1919 год, посмотрели на Первую мировую войну, поняли, что сейчас все умрем, создали науку о международных отношениях. И вот эта наука решила разобраться, кто же правит миром. Вы же знаете, да, кто правит? Вот почему-то она сразу показывает... Ну что делать? Ну ладно, будем поворачиваться по ходу пьеса. В общем, миром правят ящеры-пришельцы, жидомасоны, тамплиеры, мальтийский орден, и все это в одном. Если кто-то так говорит, то с этим человеком, честно говоря, разговаривать бесполезно. То есть, ну да, можно собирать огромное количество фактов, доказывающих, что не мальтийцы, или не жидомасоны, или масоны-эжиды, это разные вещи. Но человек, выслушая 150 фактов, отступит чуть-чуть в сторону и скажет, ну да, с этим я согласен, но вот там, допустим, Перт-Харбор организовал розыгры. Так вот, на самом деле мир чудовищно сложный. Мир сложный настолько невероятно, что предсказывать его как-то, ну, даже пытаться бессмысленно. Вот как предсказать, какая пчела куда полезет, какая ячейка будет заполнена медом, а какая ячейка будет пустая. Или как предсказать, вот вы сыплете, например, песок из руки, вот как предсказать полет каждой песчинки. Бесполезно. Но мы же знаем, что вот сыплим мы песок на пляже, эх, на пляже, в Таиланде, сыплим песок, и кучка окажется, в общем-то, достаточно предсказуемой. Более того, мы сделаем такой простой приборчик, вороночку, и будем туда этот песок, и вороночку закрепим жестко. И будем или чуть-чуть совочком сыпать, или огромной лопатой. А кучка окажется абсолютно одинаковой. В общем, каждая отдельная песчинка будет лететь по-разному и совершенно непредсказуемо, а кучка совершенно предсказуема. Или вы видели, например, как летают птицы в нежно любимой Невраске? Огромная стая птиц, десятки, сотни тысяч, миллионы перелетных птиц, и они вот так летят в единым организмом. И опять в единым организмом. Или стайки рыбок, тоже вот единый организм. И опять в единый организм. У них мозги есть? Нет. В общем, ну может быть и есть, но мы не знаем. И вот самое противное, что изучая каждую отдельную песчинку, нам это ничего не дает окучки песка. Изучая каждую отдельную пчелу, там ласточку или каждую рыбку, мы все равно не понимаем, почему вся эта стая действует. Ага, сказали ученые. И, кстати, на самом деле за этим таятся тысячи ученых, ну в том числе международников, конечно, секунда рекламы, которые работали последние почти сотни лет уже. И ученые сказали, ага, может быть не стоит изучать только элементы, а надо изучать взаимодействие между элементами системы. И снова, ага, сказали ученые, вот мы изучаем какой-нибудь атом углерода, уизучались со страшной силой, но это ничего не дает нам никакого нового понимания о различиях в свойствах между графитом и алмазом. И то, и другое, чистый углерод. И все различия объясняются только свойствами кристаллической, у них разная кристаллическая решетка, они по-разному взаимодействуют. Элементы те же самые. То есть, может быть, не имеет смысла изучать элементы, а имеет смысл изучать отношения между этими элементами, не завязая внутрь, что у них там в головах или в спинном мозге, или чем они там эти пчелы думают. Ага, сказали ученые, посмотрели, вывели определенные закономерности. И оказалась такая интересная штука, что соты, какие остаются пустыми, какие остаются заполненными, то же самое, те же самые закономерности, точно так же можно описывать, как выгорает топливо в атомном реакторе. Там такие маленькие таблеточки, и вот их как-то облучает что-то, и они как-то вот какие-то выгорают так, а какие-то сяк. То есть, этого можно напрочь не понимать. Можно не изучать, ааа, можно не изучать ядерную физику. Хорошие новости. И изучая просто свойства системы, мы достаточно точно понимаем, как выгорает топливо в реакторе или как заполняется урий. Ага, так может мы сейчас вычислим, кто управляет миром. Ну это очевидно, что миром управляют, как управляют, или не очень управляют. Он на самом деле неуправляемый, он чудовищно сложный, управлять такой сложной системой просто невозможно. Но мы видим, что есть какие-то такие вот могучие кучки. Ну и все, самое противное или самое приятное, что все знают, как в эти кучки попасть. Надо сперва задаться мечтой, поверить в себе. Нет, правда, поступить в Гарвард или в МГИМО, жениться или выйти замуж правильно, познакомиться с правильными людьми, и все, и готово. И там неважно какая, нет, фамилия тоже может оказаться важной. Но самое-то радостное, что это не заговор каких-то там тамплиеров, или там Ордена Розы, или еще чего-нибудь. Это обусловлено развитием самой системы. И вот складывается такая элитная тусовка, и если так со стороны, из экзосистемы посмотреть с какой-нибудь, как там эти муравьи на земле развиваются, то эти элитные тусовки меняются. Там нет постоянно одной и той же элиты. Причем, если уж совсем глубоко копать в примерах, очень ярко это видно на примере, на примере, на примере, на примере, хороший пример. Вот, вот он страх-то выходит. На примере британской политической элиты конца 19-го, начала 20-го века. То есть, тогдашние либералы и современная политическая элита Англии вообще ничего общего не имеют практически. Они напрочь изменились. Хотя тогда казалось, что та элита это навсегда. В общем, эти элитные тусовки меняются, но меняются за какие-нибудь скромные 20, может 50, а нам легче. В общем, нами правят, нами правят. Ну, допустим, ну, не совсем правят, но все равно, вот, лица, принимающие решения, это какая-то элитная тусовка, а мы где? Так вот, на самом деле, не боюсь повториться, мир чудовищно сложный. Настолько чудовищно сложный, что вот раньше, читая еще какого-нибудь там Баплана, изучавшего историю тогдашней, что сейчас мы называем Украиной, вот он там писал, вот, казак там может и че он построить, и хлеб там посеять, и водки наварить. В общем, все может. Каждый человек универсальный специалист. Но сейчас видим мы, что на самом-то деле все больше и больше идет узкая и узкая и узкая специализация. И это как раз тенденция. То есть сейчас на нашем диком переводческом рынке переводчик переводит все. От неонатологии до офтальмологии, до тяжелых шагающих экскаваторов. Например, в США, в Канаде могут уже быть переводчики, специализирующиеся только на бракоразводных процессах. И более того, переводчик специализируется только на бракоразводных процессах, а это тоже переводчик. Он специализируется на подборе лексики для того переводчика, который идет в суд. То есть специализация дальше все уже и уже будет. Дальше тоже сегодня про это уже говорили. Мир-то становится, границы становятся условными. И действительно, можно сидеть здесь, учиться в Гарварде, выполнять работу как фрилансер. Компания, которая находится физически, может быть, в Бразилии. Взяли заказ из Китая, а вы, сидя в России, обучаясь в Америке, работаете на конечный продукт, который пойдет в Австралию. То есть на самом деле границы-то весьма условные. И все дальше и дальше растет чудовищная сложная взаимозависимость всего мира. Но это тоже мы сами уже видели на всех примерах, на своих же, на собственном опыте можем рассказать. Вот сейчас, например, неприятно, а вдруг там закроют визу или мастер-карт, или там от Роберт Твиттер, и Дмитрий Анатольевич Медведев уже отреагировал, что, конечно, говорить можно всякое, но чиновники, занимающие такие позиции, иногда еще и пышкой соображают ложные, прежде чем в интервью что-то такое обронить. И вот во всем этом чудовищно сложном мире, почему важна эта взаимозависимость? Потому что опять тоже сегодня уже было сказано, выхода-то нет, скоро все помрем, если не изменимся. Причем меняться надо срочно, причем меняться надо всем, причем менять надо, как учит нас вот эта вот теория комплексных систем, менять взаимоотношения между элементами. То есть мозги свои поменять мы сможем, не сможем, не знаю. Вот как почитать какого-нибудь Фукидида или какого-нибудь Чанакью-Бандита, так у нас мозги-то и не изменились. То есть, может быть, надо менять взаимоотношения между элементами системы, а, как мы помним, правят какие-то могучие кучки. Пусть ниже домасонские, ни тамплиерские, по-другому сложившиеся, сложившиеся в результате сложного взаимодействия элементов системы, пусть случайно достаточно, пусть это так, не очень управляемо, и не очень они управляют, но все равно вот чувствуется, что они как-то вот сильнее управляют, чем мы. Вот такие вот управители заполняют соты в улье. Что же нам делать? Ну, во-первых, можно понять, что раз мир не управляем, то что я, в общем-то, могу изменить? Я могу просто расслабиться и получать удовольствие, так смотреть, как это все происходит, веселиться над тем, как кто-то думает, что управляет или не управляет, может быть, троллить слегка, так подкидывая. Да, вот еще вот, знаете, на самом-то деле так все было. Можно, интересное вот такое дело, что можно пытаться грести потихонечку в избранном направлении. Вот океан в целом непредсказуем, да, ведь? И каждый отдельный грибок в маленькой лодочке тоже не значит, что мы доплывем до цели. Но вот такими вот маленькими грибочками, как говорят китайцы, дорога в длиной в тысячу линь начинается с одного шага. Может быть, я и не доплыву, может быть, и не дойду. Мир чудовищно сложный, предсказать невозможно. Что будет через 10 лет? Тоже сегодня было сказано, образование на 5-7 лет, да, можно выстраивать. На 10-15? Да ну. Вот люди в 1913 году подозревали, что может произойти к 1923. А люди в 1983 году могли представить 1993. В общем, страшное дело. Но если по чуть-чуть вот так вот подгребать, то, ну, по крайней мере, к ближайшим целям мы приплывем, а может быть, и далеким. И, кстати, вот одними такими маленькими грибочками, в принципе, люди пересекали Атлантический океан. Даже на Байдарке, даже не один. Можно войти уже отработанной методикой, правильный брак, правильный университет, правильная тусовка, правильные люди, правильные слова, вовремя прогнуться, вовремя улыбнуться. Можно проникнуть в эту тусовку элитную. Ну и надувать щеки, что да, я вот такой великий и могучий. А можно осознавать, что раз миром управлять невозможно, но чуть-чуть, вот чуть-чуть подталкивать в том направлении, которое нам кажется правильным, справедливым, разумным. Помнить про эффект бабочки, что наши действия могут многократно умножиться. Помнить о том, что о теории 12 или сколько их там, 14 рукопожатий, что на самом деле мы реально, мы космическая сила. Одна единственная тетечка, сидя за своим ноутбуком, изменила мир, заставила весь мир принять договор о запрете противопехотных мир. То есть действительно, один человек может раздуть компанию, которая в целом меняет весь мир. Не принципиально меняет, а так, чуть-чуть подруливает. Вот можно выбирать. Если подруливать, то тоже вариант достаточно простой. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. И дальше работать, работать и работать в своей узкой избранной специальности. И через 10-15 лет вы станете узким, чрезвычайно глубоким и чрезвычайно востребованным специалистом. И вот тут начинается самое интересное. Вот на самом деле, лица, принимающие политические и прочие решения в чудовищно сложном мире, откуда они берут информацию, как эти решения принимать? Раньше они просто гениальный такой вот лидер, видит все. Но уже даже товарищ Сталин осознавал свою ограниченность и жаловался, что я не знаю, кому верить. И для этого он специально не расстреливал подлого троцкиста Варгу, потому что, ну, честный человек, великий экономист. Нужно альтернативное мнение. Кому верить? Так вот, здесь вот начинается с одной стороны интересное, а с другой стороны страшновастое. Вот эти все узкие эксперты, отучившиеся 10-15 лет и занимающиеся очень узкой проблемой, вот они-то и определяют повестку дня. Кто знает, почему нам нельзя Ирану давать там обогащать Уран, это знают, ну, сначала 100 человек во всем мире, потом тысячи. И все. И все исследования, которые с этим связаны, относятся к этим буквально там тысячи человек во всем мире. Еще страшнее пример. 12 человек в декабре 1939 года могли пустить вообще всю историю человечества по другому пути. Они не сумели договориться, что вот надо ядерную энергетику развивать, создавая просто электростанции. они создали, ну, то есть пошли по такому пути, который предосматривал создание ядерного оружия. И вот буквально 12 человек могли развернуть историю всего мира. И мир из-за того, что становится все сложнее и сложнее, и все более узко специализированный, вот эти вот узкие группы экспертов, и определяют повестку дня, и выбирают, что важно, о чем говорить, потепление, похолодание. Кто об этом слышал до группы экспертов? Вот они все и раздувают. Плохо. Плохо это потому, кто их избирает, мы сами себя избираем. Кому они подотчетны, никому не подотчетны. Есть такое государство, которое построило вместе с нами послевоенный миропорядок в 1945 году, и это США. И потом сказало, а мы выше этого миропорядка, мы ничего не слушаем, у нас национальное законодательство выше всего. Так вот, это государство, которое ставит национальное законодательство выше всего, приходит группа экспертов из НАФТО и говорит, вот ваш закон, принятый на уровне штата, графства, района, чего угодно, национальный, какой угодно закон, демократически принятый, прошедший всю сложнейшую процедуру согласования, там, сдержка противовесов, исключительно демократичный и замечательный. Он нарушает технические правила, он барьер свободе торговли. И группа экспертов НАФТО, которую кто избирал, которая кому подотчетно, говорят, отменить. Вот, эксперты правят, не правят, подруливают. Это хорошо, потому что вы можете легко стать экспертом, гораздо легче, чем идти в элитную тусовку, во-первых, может не легче, но интереснее. И не надо поступаться принципами, то есть не обязательно улыбаться тому, кому нужно улыбнуться. Вполне достаточно сказать, я независимый эксперт, и в этом моя ценность. Так что, если вы будете учить что-нибудь 10-15 лет, то будет вам счастье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...